Ну, пока что хорошо биометрия работает только вот в телефончиках, и удобно, и быстро. А то, как это реализует государство, у меня прекрасный пример. Каждый раз, когда я прилетаю в Шереметьево, там есть несколько кабинок, которые вот для обладателей от 78-й серии загранпаспорта. И вроде как это классно, потому что там нет очереди, ты можешь туда прийти, но дальше начинается самый трэш и угар. Во-первых, там нет биометрии, то есть тебе зачем-то нужно держать в руках паспорт свой. Дальше ты этот паспорт вставляешь в сканер, и система сканирует этот паспорт где-то секунд 45. То есть я даже не знаю, что, она сколько раз, на каком молекулярном уровне она изучает паспорт, потому что там это, в принципе, операция на полсекунды. Это должно быть просто супермоментально. А иногда ты ждешь 45 секунд, она говорит, а паспорт был подвинут, поэтому сделай еще раз, и ты еще 45 секунд ждешь, а это довольно много. После этого ты встаешь на какой-то дурацкий коврик, смотришь на дурацкую картинку, и у тебя еще система очень долго, очень нудная, то есть у тебя полное ощущение, что тебе дали для дебила какой-то игровой терминал, который 15 лет уже не выпускается, и ты почему-то, а это, там стоят все государственные логотипы, это же государственный престиж на карту поставлен, там серьезные и двуглавые орлы, и всякие организации, все на свете ребята выстроились в ряд, которые рекламируют собственную вот такую беспомощность. И это для человека, который ценит скорость, и, собственно, выбирает эту кабинку для того, чтобы быстрее пройти, это выглядит как абсолютно издевательство. И после этого ты несколько таких экранов смотришь, и дальше система так уж и быть, и причем, когда ты уже все сделал, и уже все готово, она тебе говорит, там, завершаю работу, она еще, там, 10 секунд крутит вот это колесо, а двери еще не открыты. То есть что в этот момент происходит? Уже она тебя окнула, она тебе поставила зеленую галочку, но ты зачем-то в этом загончике стоишь, как вот корова на автодоилку, и пока тебе очередь не освободится. Это пример ужасный. А есть пример прикольный, вот как Сбербанк реализовал, я всегда, если есть терминал с оплатой улыбкой, я обязательно всегда плачу. Там тоже есть свои проблемы, потому что очень часто это в темных кафе, и мне приходится включать фонарик на телефоне, светить себе в лицо, и тогда меня Сбербанк узнает. А иначе в темноте она плохо распознает лицо. У меня вот такого уровня претензий. Я готов не носить с собой никаких ключей, никаких документов. Мне удобно. Разумеется, всегда есть лудиты, с большим уважением к ним, пожалуйста, пусть носят бумажные паспорта, как в 19 веке. Это их личное дело. Я хочу, чтобы у меня была быстрая, хорошая технология, и мое переживание такое, что, опять же, государство заставит меня, с одной стороны, оно как бы даст мне некую биометрию, а с другой стороны, мне все равно надо будет всегда с собой носить паспорт. То есть получится, что все равно все чужопа, как обычно. А хочется, чтобы было вот тем людям, которым это удобно, которые готовы не тратить время, которые понимают все свои риски и готовы пользоваться такими технологиями, чтобы это просто легко и классно, и классно, и легко проходило. И осталось только сделать так, чтобы хорошая вещь еще по-хорошему работала, чтобы это было действительно удобно и действительно было преимуществом, и действительно люди, которые хотели бы это выбрать, чтобы они это выбрали. Потому что кто-то боится лифта, идет пешком. Ради бога, отличный выбор человека. Я вот, я знаю, что бывает риск, может быть, один раз на миллиард поездок лифт падает. Но я готов этот риск взять на себя, ничего страшного. Это не значит, что я хочу ходить на сотый этаж пешком. Вот вы сказали, что вам кажется, что название не готово, ЕБС, а что с этим-то делать? Переименовать, что сделать? Какие есть варианты? Я бы назвал BIOS, например. Была бы просто биометрическая система. И звучит красиво, и в этом есть что-то про жизнь. А ЕБС, это, конечно, бренд, который должен уйти в прошлое, как недоразумение. Ну, просто извиниться и переделать. Вот так надо поступить. Вы бы взялись за эту работу, вы бы стали? И как вы бы это делали? То есть искать новое название для этой системы? Вот у меня есть уже готовое название. Я бы назвал ее BIOS.